Я думаю, что если что-то не получается, то наши коллеги, которые сегодня выступают, несмотря на то, что часть лекции идет в записи, они все подключены, и вы можете задавать вопросы непосредственно участникам и тем, кто будет выступать. У нас действительно очень интересная сессия, она посвящена таким крупным блокам того, что сегодня предлагается в лечении острой хронической сердечной недостаточности, и в отличие от артериальной гипертонии, которой я занимаюсь, здесь достаточно много прогресса. И действительно есть, что изучить, на что надеяться, и мы вчера уже видели некоторые анонсы того, что происходило на Европейском конгрессе, сегодня мы имеем возможность разобрать это в деталях. Я тогда попрошу подключить для первого доклада Марии Юрьевну Ситникову, которая, к сожалению, не смогла очно присутствовать, и она расскажет о таком направлении, как применение сакобутриловолсартана, такой очень интересной молекулы, которая сегодня уже входит во многие рекомендации по лечению сердечной недостаточности, стала стандартной в нашей терапии. Тем не менее, Мария Юрьевна сделает обзор того, что мы сегодня знаем и должны знать об этом направлении. Извините, пожалуйста, электронное здравоохранение продолжает набирать обороты. Поскольку с Марией Юрьевной пока не получилось, мы переходим к следующему докладу. А у нас следующий по программе Питер Сиферович. Или его тоже не будет? Я надеюсь, что профессор Сиферович, он точно есть в записи, должен идти нормально, направление ингибитора натрия зависимого контрраспортера глюкозы. Да, профессор Сиферович, нынешний президент общества, очень известный человек в области хронической сердечной недостаточности. Мы очень благодарны тому, что он счел возможным принять участие в нашем конгрессе «Российские дни сердца». Добрый день. Для меня очень важно принять участие в восьмых кардиологических днях Российской Федерации. Хочу поблагодарить всех организаторов за приглашение принять участие. Для меня это шанс поделиться с вами одними из самых захватывающих последних достижений в лечении сердечной недостаточности с помощью ингибиторов СГЛТ2, которые применяются к лечению сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса. Мы знаем, что в течение последних 20 лет наблюдаем различные подходы к лечению сердечной недостаточности – это проведение различных контролируемых рандомизированных исследований. Особенно это происходит в последние 10 или 5 лет. Мы наблюдаем основные достижения в лечении сердечной недостаточности как при помощи медикаментозных средств, так и с помощью аппаратной терапии. В данной презентации я буду говорить только о медикаментозном лечении. Мы знаем, что лечение сердечной недостаточности очень сложное. Начинается с ингибиторов АПФ, бета-блокаторов и АМР-антагонистов. Если это не приводит к симптоматическому улучшению пациента, мы используем различные варианты. Некоторые из них медицинские, а некоторые аппаратные. Мы знаем, что высокий остаточный риск у пациентов с ХФРФ – это сердечно-недостаточности со сниженной фракцией выброса – сохраняется, несмотря на то, что они получают стандартный уход. И если посмотреть на пациентов с полным лечением, то мы увидим, что даже при полном лечении медикаментами риск смерти от сердечной недостаточности или же риск госпитализации остается чрезвычайно высоким. Поэтому было проведено дальнейшее исследование в этой области для того, чтобы улучшить долгосрочные результаты лечения таких пациентов. Наши руководства, которые касаются медикаментозной терапии, пока далеки от совершенства. Несмотря на это, некоторые препараты имеют сложную инфильтрацию и плохую адгезию. Если мы будем принимать во внимание сложность каждого пациента и несколько сопутствующих заболеваний, можно сказать, что еще плохо изучено соотношение смертельных исходов, ремиссии и выздоровления у пациентов с сердечной недостаточностью. Поэтому необходимо решать проблемы, которые касаются не только прогрессирования заболевания, но и также новых инсультов и недостаточного лечения таких пациентов. Давайте посмотрим. В последнее время мы с удивлением узнали, что некоторые из препаратов, которые были введены как антидиабетические, это СГЛТ-ингибиторы, показывают отличные результаты у пациентов с сердечной недостаточностью. Здесь мы говорим о снижении риска госпитализации, а также о снижении риска сердечной недостаточности у пациентов, которых лечат от диабета. Это эмпоглифлозин, канаглифлозин и дапоглифлозин. Они не увеличивают число случаев госпитализации или смерти пациентов с сердечной недостаточности в отношении всех причин смертности, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время мы стали свидетелями результатов исследований, которых изучали ингибиторы СГЛТ-2 с точки зрения излечения пациентов со сердечной недостаточностью. И было проведено исследование с эмпоглифлозином. В нем показано снижение смертности или госпитализации. И соотношение риска было прекрасным, 0,75, вы видите здесь данные. Кроме этого, была снижена общая госпитализация в случае первой или повторной телечной недостаточности при соотношении опасности 0,7 и относительном снижении риска на 30%. Кроме того, у этих пациентов улучшились результаты почечной недостаточности, а коэффициент опасности составил всего 0,5. И вы видите, вот эти графики, это сравнение группы плацебо и группы с эмпоглифлозином. Очень сильно расходятся они, и мы видим, что вот эта сердечно-почечная ось очень хорошо пролечена. Также важно учитывать функциональные способности. И вот это исследование, еще одно, которое называется Эмперор Редюст, где исследовалось качество жизни на основе шкалы КССКЮ, и было выявлено, что на 52-й неделе значительное улучшение качества жизни у пациентов с эмпоглифлозином. И абсолютная разница составляет 1,7. Это показывает, что в реальности необходимо обновлять клиническую практику о том, как мы лечим сердечную недостаточность. И вот эти руководства приняты Европейским обществом в 2018 году, и это было действительно важным шагом вперед, потому что предыдущее руководство было опубликовано в 2016 году, А в этой сфере, которая так быстро развивается, конечно, 2-3 года, это уже очень большой срок. Теперь давайте посмотрим на другой препарат из этой группы. Это ДАПА-глифлозин. Это исследование ДАПА-ЭйЧЕФ. Исследовались первичные результаты. Смертность, госпитализация, срочные визиты к врачу, связанные с сердечной недостаточностью. Здесь мы видим, что все эти результаты были сокращены, они снижались под действием этого препарата по сравнению с плацебо. Коэффициент опасности был прекрасный 0,74, и 26% – это относительное снижение риска. Если посмотреть на смертность от сердечной недостаточности, то снижение относительного риска составило 18%. Коэффициент риска 0,82 – это все показывает, что данный препарат является еще одним очень эффективным препаратом. Что касается ухудшения состояния таких пациентов, то индекс опасности 0,7 составляет снижение относительного риска на 30%. Также в этом исследовании было продемонстрировано, что улучшались симптомы, и выявлена была доля пациентов с клинически значимым изменением по шкале KCCQ – более 5 баллов. Принимая во внимание эти два продемонстрированные исследования, мы можем утверждать, что оба препарата снижают смертность от сердечной недостаточности и госпитализацию у этих пациентов в значительной степени. Интересно был еще один анализ, это исследование, где эмпоглифлозин был исследован с точки зрения пациента сразу после госпитализации и эпизода острой сердечной недостаточности. Не было продемонстрировано никакой разницы в оценке одышки, очагонной реакции, НТ-про-БНП, и это у обеих групп, получающих эмпоглифлозин или плацебо. Однако значительное снижение клинических событий в течение первых 60 дней после рандомизации отчетливо выявило, что ингибиторы СГЛТ-2 могут быть очень перспективным препаратом у пациентов сразу же после острой фазы сердечной недостаточности. Именно по этой причине Ассоциация сердечной недостаточности собрала воедино все данные по ингибиторам, это глюкоза натрия контрсорбент-2, и работа называется «Помимо гликемического контроля», и в ней мы описываем все то, что необходимо знать о действии и применении таких препаратов в клинической практике. Мы знаем, что, конечно, путь пациентов сердечной недостаточности очень долгий и сложный, и связано это и с периодом ухудшения сердечной недостаточности, когда пациента нужно срочно госпитализировать, и у них возникает отек легких промежуток между таким периодом стабильности и таким периодом, важно поддерживать стабильное состояние пациента с целью избежать периода обострения сердечной недостаточности и отека легких. Мы знаем, что лечение препаратами, о которых я упоминал в начале выступления, не является полностью эффективным, поэтому были предложены новые препараты. Это ингибиторы непризелина, ингибиторы СГЛТ-2, также Вирики Гуат и Омекамтиф Мекарбил. Они важны с точки зрения поиска их роли в лечении пациентов с сердечной недостаточностью. Если мы посмотрим на первичные и конечные результаты исследований, которые называются Emperor Reduced, DAPE-HF, Paradigm-HF и Victoria, то мы увидим, что все эти препараты были чрезвычайно эффективны с точки зрения прекрасного соотношения рисков, снижения госпитализации, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Число пролеченных было превосходным во всех этих группах, что дает представление о том, что эти относительно новые препараты должны стать основой нашего нового лечения пациентов с сердечной недостаточностью. Для того, чтобы более подробно рассказать об этом, была разработана специальная аналитическая модель, которая называется Insight into NTT, и в основе этой схемы лежит цель предотвратить одну смерть от любой причины. И в данном случае группа препаратов включала и ACE-ингибиторы, бета-блокаторы, МРА-антагонисты, ARN, SGLT2 и так далее. И было продемонстрировано преимущество этих параметров для тех, кому была предписана терапия SGLT2. И все это показывает, что это дополнительное преимущество по снижению смертности стандартной терапии. Если мы пойдем на один шаг дальше и сравним обычную терапию с комплексной терапией HFRF, это такой перекрестный анализ исследований эмфасиса HF, парадайм HF и DAPHF, то мы увидим, что обычная терапия ассоциировалась с сроком в 6,4 года, это длительность жизни для пациентов с сердечной недостаточностью. Но при комплексной терапии, то есть это ARN-блокаторы, бета-блокаторы, SGLT2, в этом случае, это мы же говорим о периоде в 14,7-10-е года, это очень значительное преимущество в этом случае, в 8,3-10-е года добавляются. В этом случае мы заменяем ACE на ARN и добавляем MRA и SGLT2. Это показывает очевидное преимущество при комплексном медицинском лечении в отношении первой госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или же сердечно-недостаточности. Если мы захотим взглянуть в такой хрустальный шар и предсказать будущее, но понятно, что это будет только частично успешным. У нас есть уже доказанные результаты лечения, но есть и новые препараты. Нужно посмотреть на все эти группы препаратов, которые используются среди большинства пациентов. И среди этих препаратов есть и ингибиторы SGLT2, и комбинация сакубитрил плюс васатран. Мы можем использовать, это только определенная группа пациентов, и это означает высокий НТПРО-БНП, или же может использоваться мекарбил в качестве опции в данном случае. Но теперь, имея такую критическую оценку ингибиторов SGLT2, можно сказать, что эти препараты подходят для большинства пациентов с сердечной недостаточностью. Они не только снижают госпитализацию и исход, но их можно давать сразу же и в течение развития сердечной недостаточностью. И действительно, они обладают большим преимуществом, их используют только один раз в день. Побочные эффекты этих препаратов очень мягкие, и их можно успешно излечить. Если мы посмотрим на функцию почек, которая очень важна для таких пациентов, можно сказать, что ингибиторы SGLT2 благотворно влияют на эту важную функцию. Дамы и господа, дорогие друзья, мне кажется, что нынешнее время бросает нам большой вызов. Это вызов изобретения, предложения новых алгоритмов лечения пациентов. И мы должны иметь в виду всё то, что мы уже знаем о доказанном лечении сердечной недостаточности. В заключении я бы хотел подчеркнуть, что мыслить критически очень важно, и это является ключом к совершенству в медицине. Мы должны помнить об этом. И благодарю вас за внимание. Дорогие коллеги, есть предложение прямо сразу задать вопросы профессору Сифировичу. Мы лучше сократим общую дискуссию, пока он с нами онлайн. Профессор Сифирович, do you hear me well? Because we have some questions. У меня есть вопрос, если позволите. Я бы хотел задать два вопроса. Считаете ли вы, что у нас достаточно доказательств, чтобы выписывать СГЛТ-2 ингибиторы при остром состоянии, в сердечной недостаточности? И второй момент, вот как клиницист, вы бы их выписывали как медикаменты, как лекарства лечения первой линии? Большое спасибо за вопрос, Мишель. Прекрасный вопрос. Что касается первого вопроса, у нас нет каких-то доказательств, что они действительно помогут в этом случае, но при этом есть определенные свидетельства того, что сразу после острой сердечной недостаточности мы назначаем эти медикаменты и при этом уменьшается количество госпитализаций. Мне кажется, что еще будут исследования, есть уже исследования, и, кроме того, будут еще и дополнительные результаты по тем исследованиям, которые проводятся сейчас по СГЛТ-2 ингибиторам. Что касается доказательной базы при хронической сердечной недостаточности, СГЛТ-2 ингибиторы могут стать лечением первой линии. Но мы не знаем еще точную роль и временные рамки, и посмотрим, какие будут новые рекомендации европейского сообщества кардиологов. Но сейчас, мне кажется, у нас уже есть достаточно доказательств в пользу СГЛТ-2. У нас также есть несколько вопросов из чата. Я зачитаю. Первый вопрос. Как дапоглифлозин влияет на уровень глюкозы у пациентов без диабета с сердечной недостаточностью? Есть ли риск снижения глюкозы? Не стоит беспокоиться о побочных эффектах СГЛТ-2. Вот что здесь важно. Эти ингибиторы не просто дают нам возможность хорошего лечения сердечной недостаточности, но, кроме того, дают также возможность сокращения возможных побочных эффектов. Поэтому случаи гликемии не были описаны, не встречались еще. Поэтому... И, кроме того, они могут быть успешны при лечении половых инфекций. И, кроме того, целая группа этих препаратов совершили, можно сказать, прорыв. И для нас это было такое удивление, потому что мы смотрели на сердечно-сосудистые препараты. И, тем не менее, вот пришла такая нежданная помощь вот с другого направления, в другом направлении, с гликемической еще составляющей. Но можно сказать, что это одно из недавних доказательств высокой эффективности этого препарата. И я бы хотел также подчеркнуть еще два важных момента. Раннее начало положительной гемодинамики происходит в течение нескольких дней после применения. И второй момент. Эти препараты не нуждаются в увеличении дозы. Поэтому клиническая картина очень важна, конечно. И она отчасти отвечает на вопрос Мишеля, когда же все-таки они будут уже внесены в рекомендации. Может быть, мы сейчас точно не знаем, но уже в начале лечения, мне кажется, можно использовать, и это повлияет на возможные последствия и на продолжительность жизни. Еще один вопрос также о переносимости, а именно, нужно ли выполнять какую-то профилактику инфекций урогенитального тракта у подобных пациентов или просто их отслеживать, контролировать? Нет, ничего делать не нужно. И мы же говорим здесь в первую очередь даже не об этих инфекциях, а скорее о локальных инфекциях. И когда мы даем этот препарат пациенту, то мы должны просто объяснить, что необходима соответствующая гигиена, и это поможет предотвратить возможные инфекции. И, наконец, последний вопрос от нашей аудитории. Вот на ваш взгляд, как быстро после снижения МАИ можно принимать уже эти, после инфаркта миокарда можно принимать уже эти препараты. Сейчас нет точных исследований по этой группе пациентов, но это важный вопрос, потому что после инфаркта миокарда у многих пациентов могут еще происходить некоторые эпизоды. Кроме того, может быть ЧКВ и СГЛТ-2 могут быть применены в течение нескольких дней после стабилизации и, как профессор Камажда справедливо заметил, мы не знаем роль этих препаратов при острой сердечной недостаточности, при остром состоянии, но как только происходит уже восстановление после инфаркта миокарда и уже идет возвращение к нормальной функции, можно применять эти препараты, и это очень важный период, потому что мы нажимаем этот период периодом уязвимости у пациентов с сердечной недостаточностью, и здесь как раз необходимо назначать правильную дозировку препаратов, и даже кроме того, что это правильная дозировка, вообще-то должно быть естественно правильное назначение, и СГЛТ-2 ингибиторы это очень важные препараты в этой области, и я считаю, что мы услышим еще об исследованиях, которые как раз затрагивают вопросы СГЛТ-2 при остром состоянии, которые позволят нам уже сделать какие-то достоверные выводы, и наконец, самый последний вопрос, есть ли у нас какие-то данные, которые показывают, что дапоглифлозин можно использовать для профилактики у пациентов, у которых нет диабета при ситуации гипертрофии левого желудочка? Ответ короткий, нет, у нас нет таких данных, но тем не менее, нам нужно посмотреть на весь спектр применения этих ингибиторов, потому что они предотвращают сердечную недостаточность у пациентов с диабетом, и у нас есть отличные публикации в европейских журналах, у нас описан механизм этих препаратов, они в целом улучшают этот сердечный метаболизм, и я думаю, что профессор Камажда как раз один из экспертов в этой области, и я считаю, что он бы, наверное, тоже согласился, что в будущем этот препарат станет, наверное, одним из самых важных в лечении не только таких заболеваний, но и при сердечной кардиомиопатии, в пациентах, у кого нет сосудистых изменений, миокарда может также предотвратить изменения миокарда, поэтому мне кажется, что у нас впереди просто ждут очень интересные времена, и я надеюсь, что мы сможем много узнать и от клиницистов, и от экспериментальной части. Большое спасибо, это было очень интересно. Мы коллеги, Мария Юрьевна подключилась к нам, дубль два, надеюсь, что он будет удачным, и мы возвращаемся. Спасибо большое, Александра Аликетовна, можно последний вопрос Петеру я задам все-таки? Последний, последний, есть такая возможность? Мария Юрьевна, попробуйте, если связь еще работает эффективно. Петер, Петер, Да, конечно, задавайте вопрос, конечно. Блестящее будущее у этих препаратов, мы не сомневаемся, но я бы обратила внимание всей аудитории, и вопрос к вам, когда мы выйдем на, допустим, 10 лет жизни больного с ХСН, который принимает одновременно антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов, диуретики, диуретики, СЖЛТ-2 и ОРНИ. Мы не потеряем натрий окончательно, мы не увеличим риск гипонатриемии в перспективе. Как вы считаете, не нужно ли сделать более жесткими точки контроля электролитного обмена именно относительно натрия? Вот меня это очень беспокоит. Мы боремся с натрием и достаточно успешно, но не будет ли здесь слишком тяжелыми последствиями в виде переломов, допустим, у пожилых людей? Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Это очень острый вопрос всегда в поле фармакологии большое количество применения лекарств. Это всегда сложный вопрос. Вы прекрасно знаете, что лечение сердечной недостаточности основывается на в основном ингибиторах, в основном все препараты так или иначе это разного типа ингибиторы. И сейчас у нас мы говорим об ингибиторах натриезависимого перемощика глюкозы. Конечно же, при этом важную роль до сих пор играют ингибиторы непролизина. И мы тут направляем наши действия на симпатическую систему. и мы работаем против сердечной недостаточности, которая влияет, конечно же, на все сердце. И подход у нас должен быть тоже всеобъемлющий. Однако, зачем же нам столько медикаментов для наших пациентов? Для того, чтобы блокировать все возможности развития сердечной недостаточности. и это, конечно, подходит только для тех пациентов, у которых мы видим возможность восстановления работы сердца, того, чтобы у них нормально работал весь организм. с Конечно же, мы должны делать так, чтобы пациенты, принимающие тот же сукопитрил варсалтан, чтобы они выбирать самые легкие препараты, которые минимально будут влиять на другие системы. Большое количество пациентов с сердечной недостаточностью, у них возможно развитие спонтанной кардиологической смерти, и несмотря на любое медикаментозное лечение, возможно развитие сердечной недостаточности и ухудшения. И поэтому лучше всего лечить сердечную недостаточность, это лечить таким образом, чтобы бороться с этиологией воспаления, забывальные коронарных артерий и так далее. Давайте все-таки мы из регламента вышли со всеми, ваше выступление. Конечно. Спасибо большое, дорогие коллеги. Я надеюсь, меня слышно, надеюсь, видно презентацию и мое выступление было еще раз всем большое спасибо. Ага, запустили. Еще раз добрый день, дорогие коллеги. Мое выступление посвящено раскрытию механизмов действия Сокопитриала Вальсартана и тем результатам, которые мы имеем в качестве доказательной базы для его широкого применения. Напомню вам, что в нашем городе проживает не менее 240 тысяч больных сердечной недостаточностью. Они могут заполнить 4 стадиона зенитарена, а в нашей стране за год погибает до 612 тысяч больных от сердечной недостаточности. То есть у нас погибает 10 стадионов вот так вот, если представить массу больных. Это огромное количество и понятно, что борьба с этим недугом становится очень актуальной. Напомню вам, что пятилетняя выживаемость при сердечной недостаточности в конце прошлого века составляла 29% лишь, но спустя 10 лет мы имеем цифру в два раза лучшую. То есть выживаемость пятилетняя уже к 2009 году составляла 59,6%. В настоящее время некоторое замедление этих тенденций имеется. Мы считаем, что это обосновано тем, что имеется необходимость оптимального менеджмента. Но сегодня мы действительно получили несколько новых молекул, которые могут радикальным образом улучшить прогноз у этих пациентов. И вот прекрасный сделанный Уксовским университетом анализ выживаемости больных сердечной недостаточности в настоящее время демонстрирует, что в течение 10 лет у нас выживает сейчас почти 35% больных на фоне современной терапии. Но это было до того, как вошёл в практику с губерал уэльсартан и эсжелати-2, о которых только что мы услышали блестящий доклад. Ну вот эта доказательная база, как она формировалась, об этом уже глупо уважаемый Петер нам сообщил. Мы знаем, что это была серия исследований, 30-летняя гонка за снижением рисков у больных сердечной недостаточностью. И в последние два года, 20-й, 19-й год, мы имеем несколько исследований, которые дополняют, значит, доливают в копилку позитивного эффекта лечения сердечной недостаточности несколько молекул. Парадигм Эйч-Эф был завершён в 2014 году. Дальше шёл анализ, и мы фактически сегодня в результате вот этой большой группы препаратов имеем такую сложную дорожную карту пациента сердечной недостаточности, в ядро которой входит лечение нейрогуморальными модуляторами, и в том числе ингибитором неприлезина и антагонистом рецепторов канглитензина-2 сакубитрилом вальсортаном. Но этого, конечно же, недостаточно. Мы не должны забывать о том, что помимо базовой терапии сердечной недостаточности, мы имеем необходимость лечения в некоторых случаях препаратами железа, в других случаях применяем антикогулянты, иногда и вабрадин, иногда добавляем к терапии тиозиды, вересигуат, дегоксин, нитраты, гидролазин, даже омега-3 может рассматриваться в качестве аддитивной терапии, и вместо глифлозинов, о котором мы сегодня говорили, становится безупречно близким именно к ядру, к базовой терапии сердечной недостаточности. Напомню вам, что в результате перегрузки объёмом или давлением, а также повреждения миокарда возникает активация сигнальных молекул, часть из которых носит, безусловно, патологическое влияние имеет на сердечно-сосудистую систему. И прежде всего это компонент таренин-адгальтозин-альдостероновой системы и симпато-адреналовой системы. Вместе с тем необходимы противостоящие вазодилатирующие натриолитические и диолитические молекулы также активируются. И для того, чтобы поддерживать должный уровень натриолитических пептидов, требуется, безусловно, блокада, частичное ограничение активности нейтральной эндопептидазы. Эффекты натриолитического пептида в современном представлении складываются из увеличения диуреза, натриуреза, расслабления гладкой мускулатуры сосудов, антидействия в отношении альдостерона, снижение объёма циркулирующих крови, понижение артериального давления. Очень полезные эффекты. Их можно приумножить тогда, когда мы заблокируем непрелизин. Это вещество, это ключевой фермент для сердечно-сосудистой системы, поскольку он регулирует и разрушает часть вазодилатирующих ферментов и, с другой стороны, он активирует продукцию ангиотензина-2. В результате активности повышенной непрелизина мы имеем снижение вазодилатации, натриуреза, диуреза, антипролиферативные эффекты и появившийся препарат ARNI, ангиотензиновых рецепторов и непрелизина-ингибиторы, которые называются сукрутина вальцартан или юперио в России. Вот эта молекула может и должна применяться в месте ингибиторов УПФ или сартанов сегодня у больных с низкой и промежуточной фракцией выброса левого желудочка. Ну, оговоримся у тех, которые будут его хорошо переносить и там, где они не противопоказаны. Эффекты юперио складываются из комбинации блокады нейтральной эндопептидазы, то есть сукрутина, и блокады рецепторов ангиотензина-1. В результате мы имеем усиленное воздействие на вазодилатирующее звено, снижаем хроническое воспаление, повторюсь, повышаем натриурез-диурез и снижается тонус симпатоадреналовой системы. Арни работает в том числе как и диуретик, мягкий, не такой серьёзный, как препараты диуретические, петлевые, допустим, или тиозиды, но тем не менее воздействие арни на клубочек и на дистальный каналец происходит за счёт повышенных концентраций, повышенной выработки в организме натрииуретического пептида. Эффективность клиническая этого препарата была доказана как у больных с амбулаторным этапом сердечной недостаточности, исследования парадагом ЭЩФ, и также и для пациентов, находящихся на стационарном этапе в связи с декомпенсацией сердечной недостаточности. Здесь было уже два исследования проведено, Transition и Pioneer. Таким образом, мы имеем отличную непререкаемую доказательную базу в пользу инициации этого препарата как на периоде стабильной сердечной недостаточности, так и для пациентов с декомпенсацией, которые только что её пережили. Напомню, что это одно из самых крупных исследований для базовой терапии сердечной недостаточности пациентов, находящихся в стабильном периоде, подчёркиваю, оно включило 8,5 тысяч пациентов, было блестяще организованно и дало хорошие очень результаты, снижая относительный риск сердечно-сосудистой смерти плюс госпитализации из-за ХСН на 20%, снижая в чистом виде относительный риск госпитализации по причине сердечной недостаточности на 21%, и что очень дорогого стоит для больных сердечной недостаточности, это снижение относительного риска смерти по любой причине, по любой причине подчёркиваю, на 16%. Каждому врачу важно, чтобы пациент его не погиб, Неважно, какова причина смерти, главное, чтобы жизнь продолжалась. Так вот этот препарат обеспечивает снижение относительного риска смерти на 16%. Ну а предотвращение декомпенсаций на фоне приёма ОРНИ становится важным фактором, который защищает органы мишени, печень, почки, миокард от повреждения, которое неизбежно происходит в период любой декомпенсации. Таким образом, воздействуем и на продолжительность жизни в том числе. Значит, что вызывает этот препарат, сакубитриловальсартан, как он влияет на сердце? Это главное, что нас будет интересовать. Мы имеем совершенно блестящие результаты при изучении ремоделирования. Мы наблюдаем инверсию ремоделирования левого желудочка на фоне приёма сакубитриловальсартана. Снижается метральная эрогогитация, связанная с дилатацией полости левого желудочка. Снижаются эпизоды фибрилляции желудочков и фибрилляции предсердий. Естественно, уменьшаются случаи внезапной сердечной смерти. То есть препарат, прямо воздействуя на миокард, вот на этом графике представлено, как меняется фракция выброса на фоне применения ингибиторов АПФ или сартанов. В какой-то момент прирост фракции выброса останавливается. И при переводе на применение сакубитриловальсартана мы имеем отчётливый прирост фракции выброса, дополнительный. То есть, безусловно, доказательства в пользу выбора этого препарата сегодня мы имеем. Сердце постепенно уменьшает свои размеры. А это самое главное, что обеспечит в том числе и продолжительность и качество жизни. Очень важно понимать, что этот препарат влияет и на выраженность метральной эрогогитации. В исследованиях, таких небольших, пилотных, мы видим, что у пациентов к 12 месяцу терапии на фоне применения Юперио, вот здесь мы видим, этот столбик отражает снижение объёма метральной эрогогитации, составившее 33%. На препарате сравнения в альсартане таких изменений мы закономерных не видим. То есть, безусловно, выигрывает сакубитриловальсартан как у ингибиторов ОПФ, так и у сартанов при воздействии на миокард у больных с низкой фракцией выброса. Ну вот, повторюсь, что снижение риска внезапной сердечной смерти, составившую 20% у пациентов, получавших сакубитриловальсартан, является очень важным аргументом в пользу назначения этой группы препаратов аритмологами, как они сегодня выбирают у больных с желудочками, нарушениями ритма, с низкой фракцией выброса. Препаратом выбора считают аритмологи. Антечественное наше назначение сакубитриловальсартана. Ну, действительно, немножко устаревшие уже с 2017 и 2016 года рекомендации, они немножко поправляются нашими текущими рекомендациями, министерскими, которые были выпущены летом этого года. В этих рекомендациях ингибиторам АПФ, сартанам и вальсартанам сакубитрила наряду с бета-блокаторами и антагонистами минерал-кортикоидных рецептов присвоена настоятельность и доказанность уровня 1А. Это говорит о том, что доктора должны выбирать эти препараты для продления жизни и снижения всех рисков. Препарат входит очень хорошо, грамотно ложится в базовую терапию сердечной недостаточности, начиная со второго функционального класса. Сегодня таковы рекомендации. Ну, вот вопрос о стратегии применения препаратов. Уже, к счастью, Петр озвучил эти моменты, да? Они уже прозвучали в его докладе. Я лишь повторюсь, действительно, исследование последних 20-30 лет дало нам серию результатов, которые, безусловно, настаивают на применении ряда препаратов для улучшения прогноза больных с сердечной недостаточностью. И сегодня такое впечатление, что мы не должны идти тем путём, которым шли в начале века, начиная с тетрации одного препарата, потом второго, да? Потом, значит, пересмотр какой-то и всё. Сегодня всё-таки терапия должна начинаться, наверное, так кажется, безопасно с малых доз, но одновременно всеми группами препаратов. И, наверное, тетрация должна происходить, чередуя один и другой препарат. При этом, конечно, положительный эффект такой терапии заметен уже в первые 30 дней. Это существенно влияет на дальнейший ход событий. Эти данные применимы как в госпитализированном, так и к амбулаторным пациентам. И подобная стратегия должна быть проверена, конечно же, в рандомизированных исследованиях. Но доступные данные уже сейчас показывают, что результаты превышают возможные риски. Повторюсь, одновременно начало терапии с малых доз, которые сразу даст нам многопрофильное влияние на риски больных с сердечной недостаточностью. Что касается пациентов с промежуточной фракцией выброса, исследование здесь выглядит в виде субанализов и метаанализов. И доказательная база для ОРНИ, для сакубитрилового льсартана, представлена субанализом пациентов с разными фракциями выбросов. И при этом оказывается, что эффективность этого препарата сохраняется вплоть до фракции выброса 57%. Вот всё, что ниже 57%, этот препарат сегодня фактически является эффективным. И выбирать его нужно у пациентов, если они его переносят, если нет противопоказаний и имеется достаточный уровень артериального давления. Но вот если посмотреть на влияние препаратов из группы обязательной медикаментозной терапии, их комбинации по сравнению с плацебо, вот эта серая линия — это плацебоэффект, да? Посмотрите, ингибиторы, сочетание ингибиторов ангиотезин, превращающего фермента, бета-блокаторы и антагонистов минералокартикоидных рецепторов снижают относительный риск на 56%. А комбинация арнии, бета-блокатора и антагониста минералокартикоидного рецептора снижает риски смерти на 7% больше. Вот эта линия лидер, верхняя линия, которая дальше всего ушла от эффектов плацебо у больных с низкой фракцией выброса. Наиболее эффективная комбинация арнии плюс бета-блокатор плюс антагонист минералокартикоидных рецепторов. Ну, об остаточном риске мы уже говорили. Несмотря на применение сокопитриловый сортана в ходе комбинированной терапии сердечной недостаточности, очень много остаётся, что нам следует пролечить. Поэтому иные группы препаратов или же иные подходы организационные, организация клиник сердечной недостаточности, работа с воспалительным процессом хроническим и так далее, обучение пациента. Всё это, конечно, скажется позитивно, и нам много-много ещё над чем есть поработать. Заключая свой доклад, я повторюсь, арнии сокопитриловый сортан может и должен назначаться у пациентов со стабильной сердечной недостаточностью при артериальном давлении выше 100 и промежуточной низкой фракции выброса, равно как и после стабилизации у пациентов с острой сердечной недостаточностью в момент перед выпиской стационара. Это предпочтительный момент, когда мы должны инициировать эту терапию. Ну, благодарю вас за внимание. Сокопитриловый сортан сегодня занимает примерно место это каждый десятый больной в европейской популяции. Я думаю, что Россия приближается по этим показателям к подобной статистике, хотя, конечно, 5 лет применения препарата за рубежом, а у нас активно, конечно, лишь 2 года. Я думаю, что назначая этот препарат, мы сможем существенно повлиять на течение заболевания у этих пациентов. Благодарю за внимание. Мария Юрьевна, большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи на предмет дискуссии. Я предоставляю слово Светлане Вадимовне Велевальде для освещения препаратов с непроизносимыми названиями Верицегуат и Омекомтиф Мекорбил. Да, это наше будущее. Если нам придется это в таком варианте выписывать, то будет тяжеловато. Добрый день, глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. И уже было сказано об остаточном риске. И помимо стратегий, направленных на преодоление барьеров, это назначение доказанной известной терапии, более достижение целевых доз лекарственных препаратов, своевременное направление на аппаратные методы лечения, повышение приверженности пациентов к терапии. Также оправданным может быть подход на поиск новой терапии, которая направлена на иные, помимо нейрогуморальной активации, патофизиологические механизмы развития и прогрессирования сердечной недостаточности. О двух таких новых терапевтических стратегиях я расскажу. Первый подход – это влияние на сигнальный путь оксид азота гуанилатциклаза, циклический гуаназин монофосфат. Надо сказать, что ЦГМФ является ключевым клеточным вторичным мессенджером, который через протеин киназу G оказывает огромное количество… Почему-то нету презентации. Это у нас бывает? Не смущайтесь, она появится, да? Ну, может быть и не появится. Техническая группа у нас есть. Оказывает много протективных эффектов, кардио, вазы и ренопротективные эффекты. И для того, чтобы была активирована циклическая гуаназин монофосфатаза, нам нужна растворимая гуанилатциклаза. И два пути – это мембрана, связанная гуанилатциклаза, и здесь основную роль играют натриоретические пептиды, и растворимая, находящаяся внутри цитозоля клетки гуанилатциклаза, для которой необходим оксид азота. Мы хорошо знаем, что при сердечной недостаточности возможно нарушение нескольких этих путей, снижение биодоступности оксида азота, снижаются все позитивные эффекты циклической ГМФ, и логично попытаться воздействовать на эти механизмы. Что мы можем сделать? Мы можем донировать оксид азота, однако известно, что нитраты не ассоциируются с улучшением прогноза, и доказана эффективность для больных негроидной расы комбинации из асорбидоденитрата с гидролазином. Второе – это возможность экстивации растворимой гуанилатциклазы. Здесь тестировалось несколько молекул, и либо в связи с побочными эффектами, либо в связи с недостаточными фармакинетическими свойствами был выбран иной путь. И таким путем является использование верцигуата, который имеет два механизма действия. Первое – это активация растворимой гуанилатциклазы, независимо от оксида азота. И второй путь – это повышение чувствительности к имеющемуся оксиду азота растворимой гуанилатциклазы. Таким образом, основной механизм действия этого лекарственного препарата – восстановление патологических механизмов, которые нарушены при сердечной недостаточности путем восстановления пути циклического гуаназинмонофосфата. Было проведено клиническое исследование третьей фазы. Это исследование Виктория, в котором набирались особая группа пациентов. В чем их отличие от всех остальных? Прежде всего, это пациенты с сердечной недостаточностью очень высокого риска, поскольку здесь были пациенты с высокими уровнями натриуретических пептидов, низкой фракцией выброса. Пациенты, которые до рандомизации имели в течение полугода госпитализацию, связанную с сердечной недостаточностью, либо потребность в терапии внутривенными диуретиками. И средняя фракция выброса была около 27. Большая часть пациентов была госпитализирована с декомпенсацией в предшествующие три месяца. Для нас, оценивая эффекты той или иной терапии, всегда важна базовая терапия. В этом исследовании 60% получали тройную терапию, и 90% находились на двойной терапии. Ну и как во всех современных исследованиях, мы с вами знаем, что наблюдалась высокая частота наличия имплантированного кардиовертора и дофибриллятора у каждого третьего больного. Основными ключевыми исследованиями было снижение первичной конечной точки, это комбинация госпитализации с сердечной недостаточностью или сердечно-сосудистой смерти на 10%. И достигнуто это было в основном за счет снижения риска госпитализации с сердечной недостаточностью. Надо сказать, что при подгрупповом анализе в этом исследовании наименьшая эффективность была в группе с наиболее высоким уровнем натриоретического пептида и НТПРБНП более 5 с лишним тысяч, и меньший эффект также наблюдался у пациентов 75 лет и старше и с СКФ в диапазоне от 15 до 30. Новая молекула, поэтому вопрос безопасности. Сопоставимая частота нежелательных эффектов по сравнению с плацебо, помним о более высокой численной, но не достигшей статистической значимости, различии по симптомной гипотонии, обморокам, и более высокой была частота аномии, однако не зарегистрирована в качестве серьезного нежелательного явления. Вторым подходом, который мы с вами обсуждаем, является уникальный подход, направленный на попытку увеличения сократимости миокарда, и надо сказать, что мы имеем три группы лекарственных препаратов в этом направлении. Это препараты, так называемые кальциотропы, которые увеличивают содержание кальция внутри клетки, это митотропы, которые меняют энергетику митохондрий, и это миотропы, которые влияют непосредственно на саркомеры. Первые два класса препаратов не показали возможность улучшения прогноза пациентов, а вот воздействие на саркомеры путем абсолютно нового лекарственного препарата, селективного активатора сердечного миозина, амикоптива микорбила, в исследовании галактика ИЧФ как раз имело существенное улучшение прогноза. Особенности группы пациентов. Также очень тяжелые пациенты. Здесь фракция выброса как критерий включения менее 35, были как госпитализированные пациенты, так и амбулаторные, но тем не менее обязательным участием для старта терапии была стабилизация состояния, ну и также не включались пациенты с уровнем систолического артериального давления менее 85, рандомизация в две группы. Препарат амикоптив нуждается в тетровании, следует подчеркнуть один момент, что тетрование здесь осуществлялось. По оценке концентрации препарата в крови, то есть с использованием фармакокинетического подхода. Средняя фракция выброса 27, третий-четвертый функциональный класс у каждого второго пациента, средний уровень систолического артериального давления 117, также очень хорошая базовая терапия, 19% пациентов получали терапию арни, 14% имели CRT, каждый третий КД. Основные результаты снижения сердечно-сосудистой смерти и событий, связанных с сердечной недостаточностью, это госпитализация или неотложный визит. Надо сказать, что группой, которая получала наибольшую пользу от терапии, были пациенты с низкой фракцией выброса, менее 28%, и в комбинации с дополнительными факторами, такими как снижение уровня систолического артериального давления, высокий уровень интипра и БНП, недавно госпитализированные больные. Что крайне важно? Крайне важно, что, будучи инотропом, нас, конечно, волнует, не усиливает ли этот препарат миокардиальную ишемию и желудочковое нарушение ритма. Ответ – нет. В этом отношении все было абсолютно безопасно, равно как в отношении того, что не было отрицательного влияния, для нас это также важно, для таких тяжелых больных, что нет снижения артериального давления, нет отрицательного влияния на функцию почек или гомеостаз калия. Профессор Сиферович показывал сходную иллюстрацию. Суть в том, что мы имеем разные клинические исследования, мы не можем эффекты сравнивать напрямую, поскольку абсолютно разные популяции, но в отношении исследований, о которых я говорила, «Виктория и Галактик», здесь достаточно тяжелые пациенты, о чем мы можем судить, по частоте событий в группе плацебо, которые существенно превышают таковые в иных исследованиях. Таким образом, глубоко уважаемые коллеги, эта иллюстрация, которую я вновь показываю, как и предыдущие спикеры, действительно говорит о том, что основу лечения больных с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса составляет та самая великолепная четверка, но мы имеем с прошлого года доказательства улучшения прогноза у пациентов с новыми классами лекарственных препаратов, верцигуатами, тамтиф, микорбил, найти место которым во всем нашем арсенале еще предстоит. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Светлана Вадимовна, в том числе за проявленное мужество. Вашу презентацию все-таки в конце стало видно. Глубоко уважаемые коллеги, я надеюсь, что у нас не будет проблемы с подключением Мишель Камажда. И следующий доклад будет посвящен как раз оптимальным комбинациям препаратов в лечении сердечной недостаточности, которые завершают эту сессию. И мы с нетерпением ждем выступления профессора Камажда. Дамы и господа, я рад сегодня возможности выступить. И сегодня я буду говорить об оптимальных комбинациях лечения для пациентов с сердечной недостаточностью и сокращенной фракцией выброса. Итак, на данный момент у нас есть целый ряд опций. И мне кажется, мы сейчас вступаем в такую золотую эпоху введения подобных пациентов, потому что на данный момент есть как минимум три разных типа препаратов, которые можно использовать. Все сейчас они на экране. Всего у нас девять разных препаратов доступны на рынке сейчас, разных типов их, которые помогают в введении пациентов с сердечной недостаточностью и сокращенной фракцией выброса. И скоро будут в июле уже 2021 года выпущены новые рекомендации. И сейчас стоит вопрос, какие же рекомендации в итоге будут. Будет ли это такой же пошаговый подход, или все-таки подход изменится, и это будет более персонализированный подход. На данный момент говорится о том, что мы должны начинать с стандартных ингибиторов, ангиотензин превращающего фермента, блокаторов рецепторов ангиотензина, и потом уже есть несколько опций по второму кругу лечения и третьему. Итак, как же оценивать качество лечения теми или иными препаратами? Прежде всего, самое главное в эффективности лечения – это оценка соотношения смертности по причине сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализации, связанных с сердечной недостаточностью. Давайте вернёмся к Ива Бродину. Это одно из типов лечения уже третьего этапа. И это то лечение, которое назначается пациентом с хронической сердечной недостаточностью, тяжёлой и очень низкой фракцией выброса. И при этом частота сердцебиения у этих людей достаточно высокая. И можно увидеть из данных исследований SHIFT, что Ива Бродин уменьшает количественно… И это количество на изменения, оно статистически подтверждённое, количество госпитализации сердечной недостаточности. Итак, можно говорить, что Ива Бродин нужно использовать у пациентов, сокращённые Францией выброса, у которых частота сердечно-сосудистых сокращений больше 70 в синусидальном ритме. И если у них есть какие-то противопоказания для приёма облокаторов рецепторов ангиотензина. Однако, если это острая сердечная недостаточность, можно ли принимать Ива Бродин? Это до сих пор большая дискуссия. И также вопрос, можно ли использовать этот препарат вместе с ингибиторами рецептов ангиотензина и неприлезина. Следующее лекарство – сокобитрил варсалтан. Его исследовали в исследовании парадигм HF. Здесь также первичной и конечной точкой было соотношение количества смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям и госпитализации по сердечной недостаточности. И мы видим, что сокобитрил варсалтан на 20% улучшил исход для пациентов в этой группе относительно группы, принимавшей плацебо. Здесь также проведен метанализ, где проводилось исследование как раз сокобитрил варсалтана. И мы видим, что при сравнении с группой плацебо мы видим существенное ланшение. И при этом лучшая комбинация была там, где принимались МРН-ингибиторы и ингибиторы рецепторов ангиотензин-неприлезина, в отличие от традиционного сочетания, где используются ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента. Если мы смотрим на количество госпитализаций с сердечной недостаточностью, мы также видим, что некоторые сочетания, сочетания с ингибиторами рецепторов ангиотензин-неприлезина очень показательны и показывают хорошие результаты, в том числе, если мы сравниваем с лечением блокаторами-рецепторами ангиотензин-неприлезина. Итак, что можно вынести из этого? Сокобитрил варсалтан можно использовать после ингибиторов ангиотензин-превращающего ферменты и блокаторов рецепторов ангиотензина, особенно если это хроническая сердечная недостаточность. Однако по острой сердечной недостаточности или только что выявленной сердечной недостаточности данных нет, насколько сокобитрил варсалтан улучшает состояние пациентов. Также есть некоторые свидетельства из исследования Пионер, например, однако количества здесь все-таки пациентов маловато, всего лишь 900 человек. Однако, что это исследование показало? Оно показало тренд по улучшению количества госпитализации сердечной недостаточности, а также хорошие данные по сохранению функции почек для сокобитрил варсалтана. Теперь давайте посмотрим на еще один вариант лечения. Это так называемые СГЛТ-2 ингибиторы, ингибиторы натрия зависимого переносчика глюкозы. Здесь вы видите данные по исследованию ДАПА-HF, ДАПА-глифлазин анализировался, и мы видим улучшение по риску госпитализации сердечной недостаточностью и острой сердечной недостаточности, и, соответственно, госпитализации, связанными с ним. Также мы видим, что не было разницы влияния лекарства среди двух популяций, популяции, у которой был сахарный диабет, и у тех пациентов, у которых сахарного диабета не было. Данные примерно одинаковые, без статистически достоверной разницы. Также практически не было разницы для тех пациентов, которые до этого получали ингибиторы рецепторов ангиотензина и непролизина и не получали. Еще одно исследование, результаты его были представлены всего лишь год назад, в 2020-м, это исследование Эмперор-Редюст. Здесь также исследовался СГЛТ-2 ингибитор, это эмпологлифлазин. И также мы видим, что по первичной и конечной точке есть достоверное улучшение по соотношению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализации от сердечной недостаточности. И при этом эффективность была одинаковая и для тех, у кого был диабет, и у кого его не было. Что еще важно, у этих лекарств, основанных на ингибиторах натрия в зависимом перевозчика глюкозы второго типа, мы видим очень хорошие показатели по защите функций почек. Здесь приведены данные для пациентов, которые принимали эмпологлифлазин и плацебо, и общий тренд показывает, что у них функция почек сохранялась лучше, чем у тех пациентов, которые получали плацебо. Из этих двух исследований можно вывести несколько основных выводов. СКЛТ-2 ингибиторы, они показаны в случае хронической сердечной недостаточности, в том числе они могут использоваться в сочетании с ингибиторами рецептов ангиотензина и непролизина, и могут использоваться как у пациентов с сахарным диабетом, так и без него. Также это могут быть пациенты с низким систолическим давлением, и у которых есть проблемы с почками, так как на почки они влияют очень неплохо. Однако нет пока данных по острой сердечной недостаточности и только что выявленной сердечной недостаточности. Насколько хорошо они влияют, этих исследований пока нет. Есть еще одно исследование, которое было не так давно презентовано. Здесь использовалось два типа ингибиторов натриевозависимого переномойщика гликозы. Это лекарство солотоглифлозин, исследование Солоист-WHF, и назначали его пациентам уже после госпитализации. В основном у этих пациентов, у всех была существенно сниженная фракция выброса. К сожалению, это исследование было прервано из-за недостатка финансирования, но было приведено достаточно анализов данных для того, чтобы увидеть, что сатоглифлозин показывает себя очень хорошо, и пациенты, которые получали его, у них существенно было меньшее количество летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализации, связанных с сердечной недостаточности. И таким образом можно говорить, что комбинация этих двух ингибиторов натрия-зависимого переносчика глюкозы может быть очень эффективна сразу после госпитализации. Также проводилось исследование по вересигуату, это исследование Виктория, исследование достаточно новое. Сейчас как раз у нас на экране отображены исследования Виктории, результаты 10% улучшения по первичной, конечной точке для пациентов, которые получали версигуат. Однако мы видим, что это прежде всего было улучшение для пациентов с очень тяжелой хронической сердечной достаточностью и уже только что госпитализированных. Это основные показатели на данный момент к применению версигуата, тяжелая хроническая недостаточность сердечной, либо недавняя госпитализация. Также проводится сейчас исследование ГАЛАКТИХ КЕЙЧАФ, АМИКОМТИФ МИКОРБИЛ, и это в основном исследование для тех пациентов, у которых очень тяжелое состояние сердечной недостаточности, очень тяжелое состояние по фракции выброса, меньше 35% данных по БНП, по НТПРО БНП, тоже приведены на экране. И в основном это пациенты, которые недавно попали в больницы из-за сердечной недостаточности. Вот она, первичная составная конечная точка. Существенные есть улучшения, в основном для тех, у кого была очень снижена фракция выброса. Поэтому сейчас АМИКОМТИФ МИКОРБИЛ еще получает лицензию. Возможно, его надо будет использовать и применять при госпитализации в самом начале, при лечении тяжелой хронической сердечной недостаточности, особенно в серьезно сниженной фракции выброса. Пока предварительные результаты такие из этого исследования по данному препарату. Прежде всего, это препарат, который должен использоваться по всей видимости при госпитализации, стационарно. Конечно же, помимо эффективности нужно учитывать еще факторы безопасности. Мы должны осознавать, какие есть проблемы при применении ингибиторов и бета-блокаторов. Особенно если мы говорим о низком систолическом давлении, о том, как сохраняется функция почек, возможно, также остается встает вопрос повышения содержания калия в крови. Надо смотреть на хроническую структивную болезнь легких и возможную с ее развитием, брадикардию и фибрилляцию, мерцательную аритмию. Что также надо посмотреть? Это, конечно же, легкость применения. Нужна ли цитрация? В большинстве случаев да. За исключением ингибиторов СГЛТ-2. Также важно посмотреть, как часто надо применять лекарства. Каждый день или нет, мы видим, что бета-блокаторы, например, в том числе, рецепторы минералокортикоидного рецептора, их принимают каждый день, СГЛТ-2. Остальные практически все применяются по два раза в день. Также, конечно, надо смотреть на негативные какие-то возможные последствия. Гипертензия в случае бета-блокатора, в случае арнии и версигуата, брадикардия, бета-блокаторы, эвабрадин могут вызывать брадикардию, астма, это бета-блокаторы, инфекции половых путей для СГЛТ-2. В некоторых случаях, например, в случае МРА, минералокортикоидных рецепторов, это генокомастия и повышенное содержание калия в крови. также надо понимать, когда эти препараты можно назначать, что можно принимать только стационарно, что можно назначать амбулаторно, после уже выписки из больницы, сразу на момент приема в больницу, уже начинать прием в больнице можно, например, целого ряда препаратов, которых мы уже говорили. также надо посмотреть, например, как в данном исследовании, на то, насколько эти новые препараты показывают себя в сравнении с стандартными модальностями лечения и лечения дабл-глифлозина антагонистами минерал-картикоидных рецепторов. Они показывают, что в том случае, если это более агрессивное лечение, количество госпитализаций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, существенно уменьшается по сравнению с использованием традиционного лечения просто бета-блокаторами. Поэтому композитные такие решения, они оказываются более эффективными. Таким образом, в принципе, я считаю, что очень хорошая рекомендация приведена рядом исследований и опубликована в Ланцет. Если есть возможность, то сначала надо рассматривать четыре основных приварата, которые прописаны посередине на данный момент, вы видите их, ингибиторы рецепторов ангиотензина, неприльзина, бета-блокаторы, МРА и СГЛТ-2. А потом уже при ухудшении состояния надо добавлять другие препараты. Итак, нам скорее, как мне кажется, нужно двигаться в сторону более персонализированного подхода, а не пошагового, который был распространён до этого, потому что для каждого конкретного пациента будет лучше, если мы будем подстраивать лечение под него конкретно, для того, чтобы уменьшить коморбидность, сохранить состояние почек, наладить, может быть, даже систолическое давление, и также посмотреть, насколько те или иные препараты подходят пациентам с только что выявленной сердечной, первичной сердечной недостаточностью. И, конечно же, при этом надо учитывать простоту приёма и стоимость. И, конечно, мы должны всегда стремиться к простоте назначаемых этих медикаментов для того, чтобы пациентам было легче соблюдать выписанную терапию. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за прекрасный обзор этой темы. И у нас осталось очень много вопросов на будущее, конечно. К сожалению, времени на дискуссию у нас нету, но, может быть, вы бы смогли какое-то заключение дать нашей публике? Да? Что бы вы хотели бы, чтобы мы сказали какое-то заключительное слово? Да, если вы хотите, было бы очень здорово, если бы вы какие-то последние ремарки дали. Итак, как вице-президент Европейского сообщества кардиологов, и не так давно я был председателем общества, занимающегося сердечной недостаточностью, я бы хотела поблагодарить от лица двух этих организаций Российское сообщество кардиологов за кооперацию. Насколько я вижу, Мишель очень многое сделала на своем посту в свое время, и очень многое сделал для того, чтобы наше сообщество европейское и российское работало вместе, и мы могли бы прорабатывать некоторые вопросы совместно, однако остается много нерешенных вопросов кардиологии, и мне кажется, что подобные совместные события, мероприятия лишний раз доказывают, что российское профессиональное сообщество, оно одно из самых крупных, в том числе по вопросу сердечной недостаточности и прогресс, который виден в этой сфере в Российской Федерации, его невозможно недооценить. Я надеюсь, что у нас будет больше совместных мероприятий, потому что мы, конечно, должны бороться с такими заболеваниями совместно. Сердечная недостаточность это один из самых крупных наших врагов, даже во время пандемии, потому что несмотря ни на что, большее количество людей, к сожалению, уносят именно сердечно-сосудистые заболевания, в том числе сердечная недостаточность. И я благодарю всех участников, всех организаторов, я благодарю господина Шлихто за возможность этой кооперации, и я всячески еще раз хочу подтвердить необходимость и возможность дальнейшей совместной работы. Большое спасибо, Петер, и вам, господин Камажда, хочу передать слово, чтобы вы нам сказали. Профессор Камажда, you are mute. You are mute. We do not hear you. We do not hear you. К сожалению, не слышно нам господина Камажду пока. У меня есть подозрение, что меня он тоже не слышно. Уважаемые коллеги, минутку дадим на налаживание связи, возможно, да, вот у нас пока Мария Юрьевна на связи, есть вопросы с зала, Мария Юрьевна. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое за доклады. Хотела бы по клиническому случаю Марии Юрьевне задать вопрос. Есть пациентка, но я сразу оговорюсь, это дистанционная, я как бы консультирую, она из Белоруссии, с фибрилляцией предсердий, с низкой фракцией выброса. Хорошо пошла на препарате Юпериум. И на максимальных дозах 200 миллиграмм два раза. Но тут еще такая особенность, у нее помимо этого еще легочная гипертензия. Она получает еще комбинированную, у нее как бы терапия на Виагре. Чуть-чуть снизилась, но не достигла как бы целевого такого уровня. Вот. И соответствующий такой денежный вопрос она спрашивает. А вот у меня сейчас фракция выброса 63. Можно ли мне перейти на меньшую дозу Юпериум? Вот. Чисто вот такой материальный. И честно говоря, вот как бы я вижу хороший результат, но вот я не знаю, что ей ответить. Можно ли в этот момент как бы снижаться, когда фракция больше 60%? Вы знаете, я поняла ваш вопрос, и это болезненный вопрос. До тех пор, пока препарат пока препарат не будет у нас в Готе, да? Сейчас мы вас слышим. Извините за проблемы технические. Я хотела бы благодарить участников за удивительные выступления и за то, как вы преданы делу работе с пациентами сердечной недостаточностью. Ситуация становится с этими пациентами все сложнее. Понятно, что мы должны переходить к более персонализированному индивидуальному, подходу, в том числе назначать новые препараты в качестве терапии первой линии. И я рад, что у нас были разные сегодня представители, в том числе господин Сиферович и госпожа Сиятникова. Очень интересное выступление. Большое спасибо. Всем большое спасибо. Мы совсем из регламента выбились, поэтому, если возможно, по вопросу стоимости терапии мы в частном порядке уже ответим. Мы должны освободить зал. Александра Алисовна, не по стоимости, не по стоимости, можно я скажу по сути, пациенты с исправленной фракцией выброса должны продолжать полноразмерную нерву моральную блокаду. Такова сегодня позиция общества, сообщества, и это так и должно быть. Вопрос, если на что-то заменить, ну, действительно, можно, но на полную дозовую большую терапию тем препарата, скорее всего, а так мы не имеем права эту терапию снижать, потому что потом начинается обвал, развал, и мы получаем снова декомпенсацию. Так показывают опыт. Спасибо. Спасибо всем, и я приглашаю Александра Михайловича в президиум сразу для следующей сессии. Спасибо.